Места на исходе. Медучреждения страны с трудом справляются с наплывом пациентов с COVID-19. Хуже всего ситуация обстоит в Кишиневе. С начала эпидемии в столице зарегистрировали свыше 23 тысяч случаев заболевания. В настоящее время только в Республиканской клинической больнице лечения проходят более 160 пациентов. Свыше 50 находятся в отделении интенсивной терапии. В Институте скорой помощи 98 заболевших с COVID-19, 49 в реанимации. Руководство больницы говорит, что поток пациентов не прекращается, приходится перепрофилировать другие отделения. Мы устали, если честно, потому что это напряжение, медперсонал истощен психологически. Из-за высокого риска заражения в Кишиневе продлили чрезвычайное положение в области здравоохранения. При этом мэр столицы Ион Чибан уверяет, что несмотря на это, новых ограничений пока вводить не будут. В то же время он отмечает, что все зависит от развития ситуации. Учебный процесс в школах и детских садах будет идти по заранее установленной программе. Ни одно учебное заведение не закроют. Нас спрашивают, планируется ли закрытие торговых центров. Нет, и они, и супермаркеты, и магазины продолжат работу. Несмотря на риски заражения, многие кишиневцы против того, чтобы детей вновь переводили на дистанционное обучение. Не одобряют они и решение о сокращении времени уроков. Пусть будет так, как и везде. Либо все ходят в школу, либо учеба в две смены. Но чтобы учились каждый день. А то, что это за уроки по 30 минут. За 30 минут они, вероятно, не смогут усвоить всю программу, а еще и ответить домашнее задание. Между тем, во многих районах страны действует красный код в области здравоохранения. В последние две недели ситуация ухудшилась в Бессарабском районе. Там на 100 тысяч человек приходится более 520 заболевших. Третье место по числу заболевших занимает Еловенский район. По словам председателя, на остановках общественного транспорта дежурят полицейские, поскольку именно в троллейбусах и маршрутках наиболее высокие риски заражения. Он также добавил, что в райбольнице открыли второе отделение COVID-19. При этом большинство пациентов по-прежнему доставляют в столицу. «Если за две недели в населенном пункте выявили один или два случая заражения, или же ни одного, мы не будем вводить там красный код. Мы будем принимать решения для каждого населенного пункта отдельно». Еще один район, попавший в красную зону – Шалдонежский. В райбольнице почти не осталось мест для пациентов с COVID-19. Руководство медучреждения рассматривает возможность перепрофилирования других отделений. «Мы готовы закрыть родильное отделение. Там роды принимают раз в сутки, а также хирургию. Она занимает целый этаж, и объем работы пока небольшой. По согласованию с Минздравом, мы направляем пациентов этого отделения в резину или аргеев». «Саула ритина словархеет». «Саула ритина словархеет».